Добрый день! Цораем Товим! Этот урок предназначен для тех, кто изучает иврит высокого стиля, то есть работает с текстами. Для тех, кто изучает иврит на продвинутом уровне. В Ашкелоне, у входа на городской рынок, находится небольшое строение. И на стене этого строения выполнена надпись с трафаретом. Я ее сфотографировал, и мы сейчас прочитаем. Асият црахим бемаком зе асура, а аварьян цафуй лекнас. Разберем каждое слово. Асият црахим. Здесь явно у нас смехут, сопряжение. Первое слово сопряжения, асият, от слова асия. И мы понимаем, что здесь тот же корень, что в слове осе. Осе это делает, а сия дословно как деланье получается, процесс. Црахим от слова цорых. Цорых это потребность или необходимость, нужда. Во множественном числе давайте скажем нужды. И словосочетание асият црахим, деланье нужд дословно, мы можем перевести как отправление естественных надобностей. В иврите высокого стиля это устойчивое словосочетание. Асият црахим, отправление естественных надобностей. Бэмаком зэ, в этом месте. Мы помним, что слово зэ, это ставится после существительного. Высокий стиль, в этом месте. Бэмаком зэ. Асура, дословно запрещена. Потому что слово асура относится к слову асия, женского рода. И у нас получилось. Отправление естественных надобностей в этом месте запрещено. По идее здесь нужно поставить точку или восклицательный знак. Но в иврите высокого стиля в текстах очень часто знаки припинания не ставят. К сожалению. И нам тяжело понять бывает. Но здесь условно точка или восклицательный знак. Дальше. А аварьян цафуй лекнас. А аварьян это преступник или нарушитель. От глагола овер. Овер это переходит. То есть тот, кто приступил черту какую-то. И мы обращаем внимание, что в слове аварьян здесь одна буква ют. Потому что высокий стиль. В обычном иврите было бы написано две буквы ют. Чтоб легче было прочитать не аварин, а аварьян. И буква хэй. Здесь определенный артикль говорит о том, что конкретный нарушитель. Тот, кто именно вот этот запрет нарушит. А аварьян. Нарушитель, кто здесь сделает свои, отправит естественные надобности. Цафуй лекнас. Цафуй. От слова цофэ. Цофэ это наблюдает. Цафуй. Наблюдаемый. То есть ожидаемый. То, что скоро, в ближайшем будущем произойдет. Цафуй. Лекнас. К нас это штраф. Лекнас к штрафу. То есть трудно перевести дословно на русский язык. Я переведу так. Нарушителя ожидает штраф. Дословно получается преступник ожидаем к штрафу. Или нарушитель ожидаем к штрафу. Примерно так. И у нас получилось все вместе. Отправление естественных надобностей в этом месте запрещено. Но нарушителя ожидает штраф. И понятно, что такие объявления на начальном уровне иврита трудно прочитать. То есть они рассчитаны на людей, которые уже знают иврит. Ну, в Ашкелоне как бы там публика серьезная. Иврит знает. И поэтому к ним обращение идет в высоком стиле, чтобы было солиднее. Я надеюсь, что это было интересно и познавательно. Спасибо за внимание. С вами был Барк Харах. Лейтраут. До свидания.